Уложил одной левой. Чувашский спортсмен Роман Никитин одержал блестящую победу на первенстве мира по тайскому боксу среди юниоров. Турнир проходил в Таиланде. Более тысячи бойцов из 84 стран мира вышли на ринг, чтобы в честном бою показать свои лучшие боксерские качества и характер. Как добываются трофеи? С чемпионом встретился наш корреспондент Рифат Фаткулин. Тайский бокс Травмы – обычное дело. Причем во время боя категорически нельзя показывать свою боль. Противник заметит повреждения и будет бить именно туда. Роман добился головокружительного успеха, одолев сильнейших тайбоксеров планеты. После боя у меня были неописуемые чувства. Я самый счастливый человек. Я решил сюда прийти, потому что это контактный вид спорта. Можно сказать, как единоборство. Он мне очень интересен и он зрелищный. Конечно, когда готовишься, есть небольшое волнение. А когда выходишь в ринг, уже чувствуешь себя здесь хозяином. В четвертьфинале Роману понадобилось меньше двух минут, чтобы отправить спортсмена из Таиланда в нокаут. Полуфинальный бой с белорусским спортсменом Ярославом Ивановым также завершился победой нашего спортсмена. А в финальном поединке на ринге спортсмен из Чувашии и боец из Молдовы Мариус Коваль. Главный тренер Александр Осипов вспоминает, кто-то был хорош в клинче, кто-то лучше боксировал. Роман был бесподобен во всем. Благодаря характеру его, морально-физическим качествам, он молодец. Он пахал с утра до ночи, выполнил все установки тренера. И действительно, я в нем видел только чемпиона. И поэтому я могу сказать, что действительно мы поехали за золотом и привезли золото. Порхать, как бабочка и жалить, как пчела. Так и должен работать настоящий боксер. Мощный, эффективный и главное, вовремя предугадывать действия противника. В республике динамика развития тайского бокса достаточно успешна. Мы уже существуем около 10 лет. И количество занимающихся на сегодняшний день это порядка 300 спортсменов. Трудолюбив, сдержан, настроен на победу. Так молодого спортсмена характеризуют тренеры. А сам Роман не намерен останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем собирается покорить новые вершины. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.